Мерседес не стал привлекать много внимания к новому поколению капотного грузовика Cetras, ведь на дорогах общего пользования эта модель встречается редко. Её удел – экстремальные условия эксплуатации. Мерседес уверяет, что улучшений много, включая облегчённый доступ в кабину или перепроектированную панель приборов. Внешне второе поколение отличается от первого лишь формой решётки радиатора. По замыслу, увеличенные отверстия помогут охлаждать рядный шестицилиндровый турбодизель, прибавивший 82 лошадиные силы. 2400 ньютон-метров – это отдача самой мощной модификации под эко-нормы Евро-3. Помимо неё Cetras доступен в исполнениях Евро-5 и Евро-6. По сравнению с Евро-3 мотором, они задушены примерно на сотню лошадиных сил и тысячу ньютон-метров. Главными рынками сбыта для Cetras останутся Ближний Восток, Африка и Латинская Америка. Нынешняя модель поставляется и в Россию, но когда мы получим обновлённый грузовик – пока неизвестно. Российский офис Toyota объявил о приёме заказов на микроавтобус Hi-Ace VIP. Аналогичная модель в Японии называется Grand Ace, но для России модель решили не переименовывать. Однако, если обычный Hi-Ace в России – это длиннобазный 13-местный микроавтобус с высокой крышей, то модификация VIP – это короткая база, низкая крыша и комфортабельный салон на 9 мест. Турбодизель 2.8 не изменился, привод по-прежнему задний, но вместо механической коробки передач установлен 6-ступенчатый автомат, а в задней подвеске пружины вместо рессор. Предложены две комплектации – Elegance с тканевым салоном и Prestige Safety с кожаным. Продолжение следует...